Не каждый день в суде Свердловского района города Перми встретишь француза. Слушалось уголовное дело по незаконному приобретению и хранению немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, с ущербом более 7 миллионов рублей, и незаконному использованию товарного знака с ущербом в крупном размере более 3 миллионов. В судебном процессе принял участие гражданин Франции, приехавший из Парижа, представитель потерпевшей стороны коньячного дома Хеннесси. Он был очень возмущен тем, как человек легкомысленно подходит к жизням своих сограждан, отсутствием права сознания какого-то гражданского, в частности, может быть, у русского человека. Подсудимый попробовал и сказав, что я пробовал и не отравился, раньше все хорошо, и поэтому можно его продавать. Вот этим тоже был француз возмущен. Действительно, 40-летний житель Перми, ранее не судимый и со всех сторон положительно характеризующийся, до последнего не понимал, насколько опасен этот промысел. Псевдопредприниматель у неустановленного следствием лица приобрел спиртные напитки кустарного производства, не соответствующие ГОСТу, хранил их на арендованном складе. Паленый водка и коньяк в бутылках емкостью 0,5-0,7 литра под видом известных торговых марок должны были поступить для реализации в торговую сеть. Не успели. На склад нагрянули сотрудники полиции. Ему стало известно, конечно, об уголовном наказании, то есть, когда уже он был задержан органами уголовного преследования. Он остановился и раскаялся. И об этом он заявлял в суде, конечно. Он уже сейчас, в настоящее время, не занимался, не продолжал заниматься этой преступной деятельности. Он все отказался от этого, приступил к работе, то есть, за соответствующие законы, он начал работать курьером. Свердловский районный суд города Переми под председательством Елены Пузиковой вынес приговор. Имеет место подрыв экономики государства, авторитета в сфере предпринимательства, утрата доверия граждан, подрыв деловой репутации добросовестных предпринимателей, угроза для жизни и здоровья людей, окончательно назначить наказание в виде двух лет, двух месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказаниями в справедливой колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда. Приговор вынесен. Осужденный имеет право на обжалование в вышестоящую инстанцию. Лариса Колчанова, Олег Мясников, телекомпания «Ветта».